Всем привет, друзья! Бегу на коррекцию, решила с вами поболтать, рассказать последние наши новости. К сожалению, очень печальные. Но, тем не менее, что есть, то есть. Так, значит, что у нас произошло? Нам кто-то объявил войну, дорогие мои друзья, нашей семье. Я не совсем понимаю вообще, что происходит и от кого идет зло в мой дом. В общем, так, вкратце, да, у нас отравили нору. В понедельник вечером произошло это все мгновенно. Я спасти собаку не смогла. Буквально за час все случилось. И это уже третья собака за год, насколько вы понимаете. Это очень печально. У нас такое яркое солнце. Иду, щурюсь, морщусь, ну простите меня. Вы знаете, когда только все это начало происходить, сначала Рекс, потом Аргон, теперь Нора. Многие из вас написали мне, Юля, обрати внимание на свое окружение. Это кто-то из своих. Или соседи, или друзья, или родственники. Но вы знаете, никогда же не хочется верить в плохое, правда. И многие из вас писали, ставь камеры. Я думаю, зачем мне ставить камеры, я так утрированно к этому ко всему отнеслась. Думаю, зачем мне ставить эти камеры, для чего мне тогда собака. Но теперь я понимаю, что вы были абсолютно правы. Я к вам прислушалась, да только поздно. Пазл сложился, друзья. Гадит нам кто-то один. Все время. Прошла машина, ехала, отключала камеру. Гадит нам кто-то один, друзья. Сто процентов. Потому что, смотрите, Рекс пропал, была открыта калитка. То есть, кто-то открыл просто калитку, собака убежала. Аргон, который прожил у нас, ну можно сказать, сутки, да. Его украли. Кто мог знать об этом? Только соседи, которые видели, что мы привезли щенка. У меня даже родственники не знали. Дальше. На днях, не на днях, а недавно, я вам рассказывала, что меня нора до смерти напугала. Что она чуть не разбила нам окно. Я поняла, что это была не нора. Кидали орехами в окно с целью его разбить. Я вставлю вам видео, показать, о чем я говорю. Я до сих пор его не помыла, потому что нужен Саша. Нужен Керхер. Я достать не могу. Вот, друзья. Как я пришла к такому мнению, что это кто-то из своих. Я согласна с вами. Помимо того, что нам отравили нору, в этот же вечер нам хотели причинить вред нашему автомобилю. Каким образом? Когда бетонировали дорожку, было это очень давно, выезд из гаража на дорогу, прокладывали арматуру. Со временем разрушается этот бетон, и арматура слегка была видна. Я так вообще заметила буквально недавно, что она там существует, эта арматура. И, пожалуй, я вам скажу так. Человек, который здесь не живет, который не ходит постоянно по одному и тому же месту, знать не будет, что она там есть. Поэтому 100% кто-то из своих ее просто выгнул. Я тоже вставлю вам видео, расскажу, о чем я вам говорю. И это явно кто-то из приближенных. Явно. Значит, смотрите. Вот он выезд из гаража. Вот он выезд из гаража. И вот здесь когда-то был хороший бетон. Бетон разрушается со временем. И вот лежит арматура. Вот, от того, что разрушен бетон. Вот раз арматурина. Вот она, два арматурина. Вот она. Она была вот в таком состоянии. Ну, загнутая. То есть, вот я сейчас давлю ногой, да. И она, естественно, как вы понимаете, торчит. И торчит сильно под углом. Это я уже загнула сейчас. Вот видите. Короче, кто-то ее выгнул так, чтобы при выезде машина была испорчена. То есть, дно, днище, чтобы машины было зацеплено. Понимаете? В общем, надо выяснять. Сейчас еще покажу. Еще вот он мой дом. Вот оно, крайнее окно зала. Девочки, ну, чтобы вы понимали, вот я в рост стою. И вот я еле дотягиваюсь до подоконника. Смотрите, вот оно раз пятно. А вот там вот вверху два пятно. Чтобы помыть это окно, нужно встать, не встать, а взять керхер. Потому что я даже на стремянке не достану. Это очень высоко. Вот это вот произошло некоторое время назад, 2-3 недели. Я думала, что у меня нора кидала что-то в окно. Вот это было кинуто два зеленых ореха в шкарлупе так, что шкарлупа поразбивалась. Видите? Невозможно собаке на такую высоту закинуть. Это как бы она сильно это не хотела. Все это было в 8 вечера. Я думала, что действительно собака не обратила на это внимания. Сейчас пазл сходится. Нам кто-то умышленно вредит, девчата. Кто-то хотел разбить окно. Потом собака. Машина. Вот это вот вчера арматуры вот этой, девчонки. Вон она торчит. Это арматурина. Вон она. Вот она, видите? Вот этой арматуры вчера в 7 вечера не было. Потому что в 7 вечера загоняли машину в гараж. А утром Саша выгонял. Уже цепанул машину. Кто-то в округе, в нашей. Я найду. Я найду. И когда вы мне писали по весне, да? Что Юля, надо ставить камеры. Вы знаете, даже вот Герасимова, Маргарита, привет. Когда устанавливала эти камеры, я, знаете, подумала, что зачем они нужны, если она все время дома. То есть я этого не понимала. И никогда не думала, что я дойду до этого. Но когда хотят причинить ущерб моему имуществу, когда кто-то может из ненависти, возможно, к нам, или из зависти, или я не знаю из-за чего, причинить вред моей собаке, убить животное и пойти спокойно лечь спать. Вот этого я не могу понять. У меня масса вопросов и ни одного ответа на самом деле. Я поймаю. Я поймаю и накажу. Вот. Поэтому буквально на следующей неделе у меня будет установка видеонаблюдения происходить. Мы с Сашей приняли такое решение обоюдное, что деваться некуда. Дальше. Значит, мы впали в очередную стадию ремонта. Сейчас вернусь с коррекции и покажу вам. У меня опять разруха. У меня опять разруха. У меня вся мебель по всем комнатам. Там все в пыли, в грязи. И завтра должен был прийти мастер. Что-то мы не можем до него дозвониться. Я понять ничего не могу. Как-то странно себя ведет. Потому что делать ремонт мы будем не сами. У нас будет декоративная штукатурка. И мы, конечно же, не профессионалы. Поэтому наемные люди будут делать. Но почему-то не берут телефон. Ничего не понимают. Машины ездят. У нас сегодня погода прекрасная. Утром первые заморозки. Первый иней. Сейчас градусов, наверное, 5, может быть. Иду по дороге. Невозможно разговаривать. Градусов 5. Я в своем кардигане. Мне абсолютно тепло. Хорошо. Правда, под кардиганом у меня еще джемпер. Но я разденусь в парикмахерской. И, соответственно, чтобы мне там не было холодно. Ладно, друзья мои, я еще включусь. Вернулась домой, друзья. Я прямо с порога включаю камеру. Вот так выглядит сейчас мой коридор. Вы верите, что вчера мы мыли полы? Верите, нет? Откуда это все летит со стен? Сейчас я опять начну. Сначала уже приготовила ведро перед уходом на коррекцию. Буду мыть пол. Вы как понимаете, да? Вязать мне некогда сейчас совершенно. Сначала переживания. Теперь активный труд в доме. Сейчас мне еще нужно приготовить ужин. Ничего сочинять сегодня не буду. Будет картошка с селедкой. Вот суп с фрикадельками сварила в обед. Все. Поэтому и вязать мне сегодня будет просто некогда. Так что вот такие вот дела. Друзья, я думаю, что у меня гудит за двором. Смотрите. Так, какой бы ракурс взять трубы здесь. Сосед. Сегодня листва, орех скинул листву всю. У нас морозик уже второй день. На греб целые огромные кучи. Я сейчас приближаю листвы. И у него такая какая-то интересная машина, друзья, которая измельчает эту листву. Вот просто в пыль, можно сказать так. Я даже, если честно, не знала о существовании таких машин. У нас сегодня еще ветер такой сильный. И он, бедолага, с утра вот он возился с порядком, наводил порядок, да, за двором. Машины ездят. И на ветру вот этот вот он целый день работает. И у него, посмотрите, у него какие огромные кучи этой листвы. И вот он ее туда. И палки, и ветки, и все это туда вот в контейнер он собирает. Интересно очень. Надо у него узнать. Скорее всего, эта машина была взята у него где-то в аренду. Очень удобно, чтобы не сжечь эту листву и не травить никого дымом. Вот. Прямо я заинтересовалась. Надо пойти сейчас с ним поговорить. Хорошая тема. Друзья, посмотрите мне, что мне мой наследник понасобирал. Грибочки. Вешки мои хорошие. Бежит, глаза круглые. Мама, я грибы насобирал. Я, боже мой, я сразу рассказала. Думаю, ну поганки, ну какие грибы у нас могут быть. А он мне один гриб показывает. Один сорвал. Вот этот сначала. Я говорю, это не поганка. А где ты взял? Он говорит, на соседней улице. На пенечке. Я говорю, а там еще есть? Он говорит, есть. Я говорю, ну-ка, беги. Все срежь, какие есть. Самые настоящие вешки. Поэтому у меня сегодня все-таки на ужин будет картошечка с грибами. Да, грибочков здесь совсем чуть-чуть. Но у меня есть еще капелюшка замороженных шампиньончиков. Я добавлю. И есть совсем-совсем немножечко у меня осталось фарша. И я сейчас быстренько пожарю картошечку с грибочками и с фаршем. У нас позвонили кумовья. Здравствуй. Здравствуй, Мурка. Что ты мне рассказываешь? Мурочка. Чего ты мяу говоришь? Мухи забодали. Забодали мухи. Друзья, спасу от них нет никакого. Так вот, позвонили кумовья. Надя с Жорой. Едут в гости на ужин. Поэтому мы не виделись очень давно. Последний раз на Дону отдыхали летом вместе. То у нас ремонт, то у них дела. То пандемия, то кто-то болеет, то еще чего-нибудь. В общем, как обычно. А сегодня решили встретиться. Давно не общались. Поэтому готовлю быстренько ужин. Скоро Саша приедет с работы. и друзья приедут. Интересно, что ему снится. Вы не знаете? Друзья, вот это милота. Вот это милота. Томка, ты спишь? Ты соску сосешь? Или что ты делаешь? У меня здесь моя приготовленная пряжа на новые процессы. Мечтаю, мечтаю. Я все сижу и мечтаю, друзья. Уже пора вязать, а я все мечтаю. Думаю, думаю, думаю. Так что вот такие вот дела. А с этой стороны сейчас покажу вам. Ой, кто тут у нас спит за моей спиной? Мурка. Мурка. А Маруська где-то гуляет. Ой, неудобно. Развернулась. Непонятно в каком ракурсе, друзья. Вся в кошках. Отовсюду. И это счастье.